Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Итак, продолжается пришествие по Сарагосе, день третий. Предыдущие два выпуска, если пропустили, смотрите, ссылка в левом верхнем углу. Поехали! Для тех, кто пропустил начало истории. Мы живем в Испании уже шестой год, и за это время дальше сотни километров от дома почти не выезжали. То есть все наши туристические поездки были исключительно в регионе Валенсия. А Испания, как вы догадываетесь, немного побольше размером. Вот и решили недельку летом проехаться сначала в Сарагосу, а потом дальше поедем. Итак, каждый день у нас начинается практически стандартно. Мы просыпаемся, быстренько готовим какой-нибудь простецкий завтрак. Сегодня я приготовил гренки. Садимся в машину, доезжаем до центра города, оставляя машину в паркинге платном. И начинаем гулять. Паркинг стоит в центре города, гуляем где-то часов шесть, наверное. Это стоит 10,5 евро. Пошли гулять по городу. В старой части города не очень большое количество скверов, но они есть. И некоторые из них, на мой взгляд, довольно приятные. Этот, например, называется Пласа де Лос Ситиус. Перевести можно, скорее всего, как площадь местечек. Вообще, Ситиус – это и сайт, и местечко, и такая ферма маленькая для выращивания животных. Короче, сами сообразите, как это можно наиболее адекватно на русский язык взять. Сам сквер и основные здания вокруг него были построены в 1908 году. Здесь проводят ярмарки. Да и вообще это очень тихое, такое спокойное и приятное, на мой взгляд, местечко для посидеть. С книжкой или с бутылочкой пивка. Первый запланированный на сегодняшний день его посещения – это музей Оригами. Пойдем вовнутрь. Пойдем вовнутрь. Не знаю, как вас, меня больше всего восхитило изготовление платьев из бумаги. Выглядит натуральная ткань, очень круто. И цветы. Еще раз сейчас покажу, вставочку сделаю. Такая мелкокропотливая работа. Вот эти все фигурки тоже, конечно, интересные, но здесь больше работают, я так понимаю, с мокрой бумагой. Там можно многое вылепить. А там именно за счет как раз-таки вот этих сгибов и прочих создается объем. Очень круто. Хочу сказать краткое впечатление о климате в Сарагосе. Вот мы уехали всего, сколько, третий день из нашей Валенсии, из Валенсийского региона. Чуть-чуть на север, буквально там 500 километров. Температура термометра та же, что и в наших краях. Но то ли здесь влажность ниже, то ли из-за того, что большое количество зелени в городе дышится гораздо легче. Абсолютно нет ощущения вот этого, что парит. Короче, это классный город для того, чтобы летом, даже вроде в жаркую погоду, шататься по нему. Это соленая треска, слегка подкопченная. Салата очень вкусная. Обалденная. Я заказал просто гамбургер. Такой вот аллабрас. Без картошки, без ничего. Боюсь обожраться. Вкусный, мне нравится. И нравится, что больше ничего нет. Никаких там листиков, салатиков, ничего. Я хотел почувствовать просто вкус мяса. И вот степень прожарки для меня в рубленом мясе идеальная. То, что хотел, то и получил. Приятное место. Короче, мое мнение. Это заведение очень неплохое. Я бы сказал, что это Макдональдс на максималках. Очень качественные котлеты. Вкусные, классные. Очень неплохой салат. Вкусная эта достаточно картошка была у одного из дегустаторов. А вот картофель фри, который я не стал заказывать, который заказал другой дегустатор, он был такой тепленький.